Ну, надеюсь, ты удовлетворена? А почему ты заговорила об этом именно сегодня? Сама не знаю. У меня весь день на сердце тревога. Странно, очень странно. Почему странно? Ну, просто ты обычно такая спокойная, ласковая. Вот и нет. Как назло, меня сегодня всё раздражает. Начать с того, что наш садовник почему-то решил, что мы едем в Лондон. Сказал, что слышал об этом от тебя. Где ты его видела? Приходил сегодня, чтобы отработать за пятницу. Старый дурак. Ну, он и впрямь выжил из ума. А что ты ему сказал? Я? Я ровным счётом ничего. Хотя, постой, постой. Как-то я пошутил насчёт поездки в Лондон. А он верно принял это всерьёз. К тому же он слегка глуховат. Но ты, надеюсь, объяснил ему, да? Конечно. Правда, он из тех людей, которые, если вобьют что-то себе в голову, то уж потом до смерти стоят на своём. Да. А ещё он говорит, что за дом ты заплатил. Всего две тысячи. Я знаю, откуда у старика такое заблуждение. Дело в том, что Эймс получил наличными две тысячи, а оставшуюся тысячу по закладным. Ну вот. Всё объяснилось очень просто. Кстати, который час? По-моему, пора нам приниматься за работу. Мы опоздали на целых пять минут. Я передумал. Отложим занятие фотографии на другой раз. Воистину, непостижим ум женщины. Засыпая в тот вечер, Алекс была спокойна и безмятежна. Тучи, закрывавшие небеса и её счастье, рассеялись, и она могла быть довольна жизнью, как и прежде. Однако к вечеру следующего дня беспокойство снова овладело ею. А утром в пятницу Алекс проснулась уже с твёрдым убеждением, что у Джеральда и есть другая женщина. Ревность стала овладевать ею медленно, но неудержимо. В среду он явно назначил кому-то свидание на девять часов вечера, а про негативы выдумал на ходу, решила она. Ещё несколько дней назад я была абсолютно уверена, что знаю мужа как свои пять пальцев. А сейчас Джеральд представляется мне чужим человеком, знакомцем. И это странная злоба, когда я сказала о садовнике. Обычно Джеральд абсолютно уравновешен. Алекс, Алекс, ты меня слышишь? Что ты молчишь? Я уже полчаса зову тебя. А? Это ты, Джеральд. Ой, как ты спугал меня. Я неважно себя чувствую. Знаешь, милая, я хочу прогуляться. Пожалуй, я схожу в деревню за покупками. Нет, 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 Алекс, если ты нездоровый, то уж лучше это сделаю я. А ты займись домом. Алекс пришлось согласиться. И вскоре она занялась уборкой. Но через небольшое время беспокойство опять вернулось к ней. Она пыталась подавить в себе желание заглянуть в комнату Джеральда. Но в конце концов Алекс не выдержала. Захватив тряпку, будто бы для уборки, она вошла в комнату мужа и, торопясь, с горящими от стыда щеками, принялась просматривать его бумаги. Она пересмотрела письма, документы и даже заглянула в карманы одежды Джеральда. Оставался запертый ящик в письменном столе. Почему-то Алекс была уверена, что именно там найдет улики, подтверждающие существование той женщины из прошлой жизни мужа. Она вспомнила, что видела забытые Джеральдом ключи внизу на буфете. Сходив за ними, она принялась подбирать ключи к замкам. Третья попытка оказалась удачной. Она открыла ящик письменного стола. Но ничего, ничего, кроме свертка пожелтевших газетных вырезок, она там не нашла. Ой, ну слава богу, ничего. Так, а это что такое? Интересно, ради чего Джеральд хранит эти старые вырезки? Какие-то статьи, заметки из американских газет десятилетней давности. Интересно. Чарльз Леметтер, многоженец, мошенник, подозревается в убийстве женщин, доверившихся ему. Под полом дома, в котором жил Леметтер, был найден женский скелет. Ой, какой ужас. А вот еще. В Лондоне прошел грандиозный судебный процесс над Леметтером. Но с помощью знаменитого американского адвоката Леметтер парировал обвинения в убийстве. Парировал, надо же. Какой мерзавец. Суду присяжных ничего не оставалось, как признать недоказанность преступления. И все-таки за какие-то мошеннические проделки Леметтер был приговорен к тюремному заключению. Так. А это что еще? Леметтер совершил побег из тюрьмы. А вот. А вот, кажется, его фотография. Посмотрим. Так. Боже мой. Боже мой. Нет, 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 этого не может быть. Нет, нет, нет. Это Джеральд. Ну, конечно. Его глаза, его брови. Да нет, ну нет же, этого не может быть. Это не... Я... Я просто схожу с ума. Что здесь написано под фотографией здесь? Так. Одна из свидетельниц упоминает о том, что узнала Леметтер по маленькой родинке на кисти левой руки. А ведь у Джеральда как раз... Как раз в этом месте маленький шрам. Я... Я пропала. Я пропала. Дальние эпизоды малозначительной штрихи стали всплывать в ее памяти, заполняя недостающие звенья. Ее собственные деньги, уплаченные за дом, облигации, которые она отдала Джеральду по его просьбе и многое-многое другое. Выходило, что и сон ее был в руку. Я пропала. Я пропала. Я пропала. Я пропала. Я пропала.